Друзья, всем привет! И сегодня поговорим про прокрастинацию. Я долго выговаривал фразу про прокрастинацию, чтобы не запнуться, но вроде как у меня получилось. Много есть всяких штук, с помощью которых можно ее как-то оптимизировать и отдрессировать, но все начинается вообще с фокуса, с концентрации. То есть ваше внимание распыляется, особенно соцсетями, со всякими телефонами и мессенджерами, в огромное количество разных направлений, и на работу у вас энергии не остается в принципе. Поэтому что мы делаем? Одна из основных техник возвращения своего фокуса обратно в кучку – это техника помидоров. Что нам потребуется для того, чтобы ей воспользоваться во время своей работы? Ну, само собой, компьютер или ноутбук, на котором вы работаете, ежедневник или какой-то листочек. Я рекомендую ежедневник, потому что удобно их все собирать потом. Ручка, само собой, и какой-то таймер. Таймер может быть как на компьютере, я пришлю несколько примеров того, какой можно установить, так и на телефоне. Одновременно я длительное время пользуюсь на телефоне, или можно вообще олдскульный вариант, просто купить себе такой таймер в виде помидора, собственно, с него все и началось, и его заводить на 25 минут. Но это совсем для фанатов. Ну, варианты могут быть разные. Главное, чтобы у вас было что-то, что отчитывает вам 25 минут. Вот с этого все и начинается. Итак, первое, что мы делаем, мы открываем ежедневник. Придя в офис с утра или где-то дома, открываем ежедневник на сегодняшней дате и включаем таймер. Включаем 25 минутку. Таймер, как я говорил, у каждого свой. Вот у меня вот такой вот план на день. Оп. Время пошло. 15.46. Смотрим. Вот сюда вот и записываем. 15.46. План на день. И квадратик. Все, время пошло. В течение этого промежутка времени, этих 25 минут, вы можете делать только план на день. То есть, ничего больше, ни на что больше вы не отвлекаетесь. Если вдруг вы на что-то отвлеклись и поймались на том, что вы залипли в соцсетях, вы сбрасываете таймер, зачеркиваете этот квадратик, пишете новый квадратик и начинаете заново. Ну, это быстро у вас должно пройти, потому что это реально дисциплинирует. После этого, когда вы закончили этот помидор, когда таймер вот здесь у вас дошел до конца, ну, или в вашей какой-то программе, то, соответственно, у вас к этому времени, в чем здесь плюс? Здесь, опять же, маленькие сроки постоянные. То есть, постоянная мотивация тем, что вам нужно успеть в рамках вот этого периода, 25 минутки, нужно успеть сделать то, что вы запланировали сделать. Если вдруг вы понимаете, что задача занимает больше, чем 25 минут, то вы, например, не знаю, какую задачу здесь, ну, какое-то там видео какое-нибудь, да, и сразу планируем на него, например, два помидора. То есть, это час. Час работы – это два помидора. Вот, соответственно, мы запланировали. И дальше, когда дойдет время, когда закончится план на день, мы его завершим, ставим галочку, а потом начинаем другой, да, например, 15.59. И у нас поехал таймер, заново запускаем, поехал таймер по второму помидору. Ставим галочку, дальше следующий, и таким образом мы задачи завершаем. То есть, какие здесь плюсы? Первый плюс – у вас постоянно есть сроки, так необходимые прокрастинатору. Прокрастинатор как обычно делает? Он дотягивает до последнего и потом делает. Тут у вас постоянно 25 минут кончаются. То есть, вот эта вот история, когда вы ставите себе задачу, ставите на нее четкий дедлайн, одно это уже позволяет заведелому прокрастинатору ускориться и как-то сфокусироваться. Это первый плюс. Второй плюс – это то, что есть перерывы. То есть, как это работает? Вы 25 минут отработали, потом выключили таймер на 5 минут и сделали перерыв. Походили, яблочко съели, умылись, еще что-то сделали, вернулись. 5 минут прошло, включили снова 25 минут. То есть, таким образом, один помидор плюс перерыв – это 30 минут. Таким образом, третий плюс – это можно планировать свое время. То есть, например, вы пришли, к примеру, пришел я в офис с 15 до 17, да, вот в таком интервале, и у меня есть 2 часа. Я, соответственно, пишу с 15 до 17, у меня есть время на 4 помидора. И дальше я пишу, у меня, например, там, такая задача занимает 2 помидора, и 2 других занимает по одному помидору. Я, соответственно, понимаю, на что я потрачу эти 2 часа. Это очень прикольно. И четвертый плюс, ну, даже не плюс, а просто, собственно, ради чего это все делается, повышается продуктивность. Я когда это внедрил у себя лет 10 назад, ну, продуктивность реально возросла, если не в разы, то на десятки процентов как минимум. То есть, вся вот эта история системная с отдыхом, перерывом, с фокусировкой позволяет делать реально больше. То есть, реально делать больше, меньше уставать и так далее. Еще как рекомендация, да, что можно еще сделать, то есть, чтобы еще усилить вот этот эффект от техники помидоров, когда вы включаете помидор, вы выключаете все мессенджеры и отключаете телефон и вы ставите но без звука. Если вы не кардиохирург, я надеюсь, вы не кардиохирург, да, то 25 минут без вас мир проживет, и вы можете спокойно погрузиться в свои задачи. Тогда у вас продуктивность еще больше вырастет, потому что любое отвлечение стоит вам там 5-10 минут времени на то, чтобы вернуться обратно в вашу тему. 25 минут вас могут подождать. В чем я знаю, что многие крутые люди пользуются этой технологией, просто... То есть, в мессенджерах очень редко бывают. То есть, раз в час, раз в два часа, это нормальная практика. То, что люди сейчас зависают в мессенджерах и отвечают прям через 5 секунд на то, что им написали, это реально разрушает их мыслительную энергию, и они в итоге вот сидят и прокрастинируют после этого. Поэтому рекомендую вам отключаться от мира на 25 минут, пользуясь техникой помидоров и приучить себя к тому, что работать без помидоров – это то же самое, что есть суп без ложки. То есть, прямо вот вообще никак. Поэтому желаю вам продуктивности, да приводит с вами сила.